Это такой мельчайший, элементарный уровень материального мира. Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня речь пойдет об окончании К, то же самое окончание ЦК. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Кому интересна такая информация, мой канал существует на четырех языках. Слова, как вы видите, которые заканчиваются на К или ЦК, будут принадлежать мужскому роду. Точно так же, как и слова со всеми согласными в конце окончания. Некоторые из вас просили в видео прочитывать слова, которые принадлежат к видео, поэтому в конце я прочитаю слова, которые принадлежат к этим таблицам, которые заканчиваются на К и ЦК. Как обычно, в своих видео я рассказываю также о словах, которые заканчиваются на ту или иную согласную, но не принадлежат к мужскому роду или к тому роду, которому должно принадлежать слово из-за своего окончания. Такие слова я называю ненастоящими исключениями, хотя по-настоящему они принадлежат к своим смысловым группам, и поэтому они вообще не являются исключением. Их родом управляет на самом деле просто их смысл. И вот к таким словам относятся, например, слово «дибанк». Это слово, у него есть два значения. Это скамья и банк. Как можно объяснить, почему эти слова одинакового рода? Оказывается, у них одинаковое значение или синонимическое значение. В Италии раньше люди, которые занимались обменом денег, были за такими столами или скамьями. Если они не могли выполнить свои обязанности, то этот стол ломали или эту лавочку ломали. Так появилось слово «банкрот», например, что дословно означает «лавочка» и «ломать». Поэтому эти слова имеют одинаковый род. А вот почему этот род именно женский? И лавочка, и банк будут женского рода. Почему это так? Потому что есть группа слов, смысловая, в которую входят слова, которые имеют отношение к цифрам, местам, где обрабатывают, как бы работают с этими цифрами. То есть, конечно же, слово «банк» сюда входит. У слова «марк» есть три значения. Первое значение – это мужское собственное имя. Это имя, конечно же, потому что это мужское имя, оно занимает самую левую колоночку, то есть мужскую колоночку. В этой колоночке вообще-то должно быть слово «димарк», которое означает денежную единицу. Вы знаете, что все денежные единицы будут мужского рода. Но эта колоночка занята. Поэтому, чтобы отличать имя «марк» и денежную единицу, денежная единица уходит вправо на одну колоночку, и она оказывается в женской колоночке, то есть «димарк». Третья колоночка, где у нас помещен костный мозг, то есть «дасмарк». Мозг, как и головной мозг, «дасхирн», 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 «дасмарк», «дасхрукенмарк», «спинной мозг» и «косный мозг». Все они среднего рода. И вообще ткани организма среднего рода, то есть самые главные ткани, из которых образуются все остальные ткани. К среднему роду, насколько вы знаете, относятся вещества, которые мы не можем видеть. Это или химические элементы, частицы физические, мельчайшие, или материалы, из которых производятся вещи, например, пластик. Это такой мельчайший элементарный уровень материального мира. Вот это средний род. Все ткани, также организма, энтодерма, мезодермок, из которых образуются все органы ткани человеческого организма, они будут среднего рода. Поэтому есть мужской род «марк», «димарк» – денежная единица, и «дасмарк» – костный мозг. Все абстрактные слова, которые нельзя увидеть глазами, то есть это что-то, что является обобщением тех реальных физических вещей, которые мы можем видеть. И вот слова, которые означают обобщающие понятия, будут все тоже среднего рода, потому что это что-то сверхабстрактное. То есть к среднему роду также относятся абстрактные слова. Поэтому если мы так условно возьмем, что, например, вот «каное», «лодка», «гичка», «вельбот», «лодка», опять же «плод», «корабль» – это обобщающие понятия, то вот эти обобщающие понятия будут среднего рода. А если мы возьмем название уже конкретных кораблей, имеется в виду не собственное название «Титаник», а название вот самого типа корабля, но внутри другой, более абстрактной общности. Такие слова будут женского рода. И сюда вот относятся, например, «дибарк», «дибаркассе», «дибаркантине», «дибарке». Такие названия будут женского рода. И уже собственные названия кораблей, самолетов, вы знаете, что они будут женского рода. С корнем «мерк» во всем немецком я нашла четыре слова. Это «das Augenmerk» – «внимание», это интеллектуальный процесс, и к ним также относятся мышление, «das Denken», «ощущение», «das Gefühl», «восприятие», «das Auffassen». Все они среднего рода. Конечно же, у этих слов есть масса синонимов, но у тех синонимов есть окончания, поэтому у тех слов и так понятно, какого они будут рода из-за своего окончания. Я вам показываю четыре слова, которые относятся к интеллектуальным процессам, и вы видите, что они все среднего рода. Для чего слово «derfermerk» – заметка, отметка, будет мужского рода. Это для того, чтобы мы отличали это слово от слова как раз «das Augenmerk». «Внимание!» И есть еще слово «dermerk» и «dasmerk». «Dasmerk» – это закладка в книге, а «dermerk» – это такое растение. Также «dedefauder» – DVD-диск будет женского рода. Вы видите целую таблицу, где есть слова, которые переносят информацию. Точно так же, как женский организм может внутри себя выращивать новый организм, то есть ребенка, и таким образом передавать генетическую информацию, то поэтому предметы, которые передают, переносят информацию, будут женского рода. Слово «debug» – оно женского рода для того, чтобы у нас не было никакой ассоциации с тем, что это слово могло бы иметь что-то общее с глаголом «печь», выпекать. Например, «baken» – это «печь выпекать», и следовательно, если существительное, которое образуется от этого глагола, было бы среднего рода или мужского, то тогда мы могли бы искать какую-то связь с глаголом, в данном случае с глаголом «печь». «Dasbaken» – это есть уже выпечка, то есть это существительное, которое происходит от глагола «baken» и не теряет окончание, а все существительные, которые происходят от глагола и не теряют окончание, будут среднего рода. И также «dasbaken» может означать «процесс выпекания». Вот чтобы мы не искали какой-то связи между словом «debug» и процессом выпекания «baken», поэтому «debug» сделан женского рода, потому что «debug» – это на самом деле емкость, деревянно не имеет никакого отношения к глаголу «выпекать». Также слово «цинк» – это химический элемент, все химические элементы, точно так же, как и мельчайшие частицы, будут среднего рода. У слова «кварк» есть два значения, если это «творог», «derкварк» – молочные слова, я их так называю, они будут все мужского рода, кроме, конечно же, слова «молоко» берется из молочной железы и слова «debug», «масло». Масло очень легко делается из молока, так как физическая частичка, конечно же, тоже будет среднего рода. Такие слова, как «dass glück» и «dass light» – это два базовых состояния человека, «горе» и «счастье». Такие полярные состояния. В видео об окончании «d» я рассказываю, почему это базовое состояние человека и почему они среднего рода. Слова «dass teamwork», «dass feedback», «dass picnic» – это не только заимствованные слова, они еще и состоят из двух частей. Вы видите целую таблицу слов, которые мне удалось собрать за все время, сколько я изучаю эту тему. То вот все такие слова будут среднего рода, которые состоят из двух частей и которые при этом заимствованы. Слова «dass rag», «dass folk», «dass mosaic», «dass pack» – это мозаичные слова, я их так называю. Это слова, которые стоят в единственном числе, но означают большое количество разных мельчайших элементов. И вот все эти слова сюда входят. Такие как вот «обломки», «народ», «мозаика сама» и «зброд». «Stake» – это заимствованное слово, у которых у самих по себе есть тенденция быть среднего рода, но также «stake» – это и плоский объект, и как неудивительно это звучало, относятся к книжным словам, и поэтому среднего рода это слово. Слово «pack» имеет три значения и употребляется с мужским родом одно значение и два – со средним родом. Давайте разберем. «Dass pack» как пучок мужского рода слова. А если «dass pack» означает «зброд», это мозаичное слово и может быть только среднего рода. И еще единицу измерения, шерсти, льна и так дальше. И вы знаете, что все единицы измерения тоже будут среднего рода. Это тоже очень абстрактное понятие. Поэтому «der pack» – пучок, кипа, пачка, связка – будет мужского рода. «Dass pack» – сброд будет среднего рода, как мозаичное слово. И «dass pack» – единица измерения среднего рода. Внутри окончания «k» есть известные, признанные в грамматике давным-давно окончания женского и среднего рода. Женского – это окончания «teg» и «ig», а среднего – это «werk», «stück» и я нашла окончание «eg». Если мы берем окончание «teg», вы видите, что исключений нет. Окончание «ig» если взять, то, например, «der Atlantic» и «der Pacific». Почему они мужского рода? Потому что все океаны, вы знаете, будут мужского рода. «Der Atlantic» имеется в виду «der Atlantische Ozean». Слово «dass der schaschlik» – как его запомнить? Преимущественно, но мужского рода. Это потому, что это слово ассоциируется с мясом, которое на шампуре. Вот этот сам шампур, «der Spies» – мужского рода. Это фаллический объект и, конечно же, будет мужского рода. И блюдо, которое таким образом приготовлено, будет тоже мужского рода. А вот почему «dass plastic» будет среднего рода? Потому что это материалы, из которых делаются предметы. А все материалы, точно так же, как из более простых эмоций, получаются более сложные, будут среднего рода. Поэтому «dass plastic» будет среднего рода. Но у этого слова есть и женского рода, тоже «die plastic» и у него много значений. Но если оно значит материал, то оно будет среднего рода. Слова с окончанием «eg» будут среднего рода. Видите, сколько много слов входит в это окончание. А вот почему такие слова, как «der flake», «der schräg», «der zweck», «der dreig», «der schräg» будут мужского рода? Потому что они образованы от глаголов с потерянным окончанием. И вы знаете, что если существительное образуется от глагола и теряет при этом окончание, оно будет мужского рода в основном. «der schräg», «der schräg», «der schräg», «der schräg» и «der bacon» – это, конечно же, безусловно, разные продукты питания. Но у них есть очень много общего в том, что для того, чтобы сохранить мясо, ложится такая жировая прослойка или «der schräg». Вот эти продукты питания «der schräg» и «der bacon» получаются таким образом и сохраняются. Поэтому эти слова можно рассматривать как синонимы, и они все три слова будут мужского рода. Таким образом вы видите, что слова, которые заканчиваются на «k» или «ck» будут мужского рода. Если подсуммировать всю мою методику, то ее можно описать при помощи таблицы из четырех строк. В первой строке будут смыслы, уже известные в грамматике. Например, мужские роли, океаны и так дальше. Во второй линеечке слова, которые имеют определенные официально признанные окончания. Например, как здесь «tag», «ig», «werk» и «stück». В третьей линеечке будут новые смыслы, которые официально не приняты, но о которых я вам рассказываю, потому что внутри немецкого языка можно явно выделить группы слов, которые относятся к тому или иному роду. Например, средства для передачи информации, вы знаете, будут женского рода. Молочные слова будут все мужского рода, за исключением молока и масла. То есть сюда входят такие новые группы. И в четвертую колоночку входят непосредственно слова, которые заканчиваются на одну из 22 букв. Все согласные, обратите внимание, входят в мужской род. Поэтому все остальные слова, которые сюда попадают, они без исключения находятся в этой четвертой линеечке, и они все мужского рода. И запоминать род отдельно каких-то слов не нужно вообще таким образом. Вот вы видите представленные вам буквы, которые мы уже разобрали. И я надеюсь, все остальные буквы тоже доразобрать. И еще рассказать вам, как же запомнить сами смысловые группы. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, делитесь этим видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, может быть, вы еще знаете какие-то слова, которые заканчиваются на К или ЦК, пожалуйста, пишите в комментариях. Также, если у вас есть минутка, оставляйте, пожалуйста, комментарий. Тогда алгоритмы YouTube воспринимают это видео как интересное. Оно чаще появляется к просмотру. И таким образом канал становится все более популярным. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, лично каждого из вас увидеть во всех моих следующих видео. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Lernen der deutschen Sprache. Tschüss! Der Fink, der Funk, der Prunk, der Tank, der Schrank, der Dank, der Schwenk, der Trank, der Trunk, der Punk, der Gestank, der Zink, der das Link, der Zank, der Ausschank, der Wenk, der Kork, der Quark, der Bezirk, der Klag, der Park. Der Trick, der Blick, der Klick, der Schick, der Trick, der Bock, der Rock, der Block, der Block, der das Barock, der Notizblock, der Flog, der Schock, der Sack, der Klick, der Schluck, der Geschmack, der Eindruck, der Schmuck, der Zwick, der Pack, der Stück. Der Strick, der Snack, der Strick, der Snack, der Dick, der Frack, der Knick, der Tabak, der Anorak, der Konjak, der Irak, der das Kajak, der Streik, der Maniok, der Spuk, der Obelisk, der Kiosk, der Bulg, der Ulg. Lehnwörter, der Lug, der Snack, der Soundtrack, der Talk, der Task.